Владимир Скаякс, Немайс, Немой, читает Евгений Бразуль-Брушковский. Был день моего рождения. Директор пригласил меня к себе, с чувством пожал руку и сказал, чтобы я шел домой, готовился достойно принять гостей. Я, разумеется, поломался немного. Пусть знают, что служебный интерес у меня на первом месте. На улице я не помчался ни к трамвайной, ни к троллейбусной остановке, не кинулся ловить такси, чтобы скорее попасть в свою квартиру. До сбора гостей времени было навалом. Жена и теща последние дни сбились с ног, каких только яств не придумали. Сначала, правда, жена не хотела никаких роскошеств. Уверяла, что за границей теперь принято подобные торжества отмечать а-ля фуршетт, только напитками и закуской. Гости за столом вообще не сидят. Остается больше места для танцев и прочих развлечений. Каждый занимается тем, что ему больше по душе. Но теща была против. Она доказывала, что сорокалетие не шутка. Для мужчины этот возраст как бы зенит жизни, поэтому не к лицу нам гонка за иностранной модой. Пусть этим увлекается молодежь. Кроме того, она напомнила, моя теща мудрая женщина, и я обычно прислушиваюсь к ее советам, что на рождение приглашены некоторые высокопоставленные лица, которые, судя по их должности, наверняка люди солидные. А для таких персон доброе впечатление о хозяине в большинстве случаев зависит от того, насколько будут удовлетворены их желудки. К тому же скоро ожидается мое продвижение с повышением зарплаты, и скупиться тут совсем уж не кстати. Против этих доводов я не мог возразить и предоставил ей полную свободу действий. И вообще, я считаю, что куда важнее быть в хороших отношениях с тещей, чем с женой. Припомнив это, я направился домой не спеша, в приятном сознании собственной значимости. Смотрел на встречных смело и открыто. Если то был мужчина моих лет, взгляд мой не был ни чересчур горделив, ни завистлив. Не было в моем взгляде и бесстыдства, если навстречу попадалась женщина. С чего бы мне думать дурно о женах своих ближних? Даже на совсем молоденьких девушек я глядел абсолютно спокойно. Скорее, сам ловил искорки во взорах некоторых особ, глядевших на меня то беспечно, то мечтательно. Но и они не могли выбить меня из колеи, потому что я, как вы уже догадываетесь, человек степенный и уравновешенный. Шел я домой радостный и довольный. Снег под ногами слегка поскрипывал. Безответственные дворники не торопились с его уборкой. Но сегодня я не злился даже на них. Глубоко вдыхал чистый, морозный, свежий воздух. И было мне так хорошо и весело, что дело дошло почти до того, что я чуть было не прокатился вместе с мальчишками по ледяной дорожке в парке. И все же я подавил себе это недостойное желание. Никогда в жизни не совершал я ничего, что не соответствовало бы моему положению. Всякие такие фокусы позволяют себе лишь слабые, не сдержанные натуры. И то в большинстве случаев потом жалеют об этом. На четвертый этаж, где находится наша квартира, я поднялся на лифте. Позвонил и, ожидая, пока откроют, в который раз перечитал надпись на металлической табличке «Вис Валдис Тамулис». Никто не открывал. Очевидно, жена и теща в магазине или у портнихи, а дети не вернулись еще из школы. Я вынул из кармана ключи и отомкнул дверь. Вошел, не торопясь снял дубленку, с наслаждением ощутил тепло и уют своего дома. Обычно я возвращался поздно, задерживался на работе. Мой портфель редко пустовал, в нем, как правило, лежали планы, чертежи, расчеты, которые я должен был до утра просмотреть. Но сегодня я свободен. Сперва я вошел в свой кабинет. Просторная, светлая, удобная комната, изящный письменный стол, диван, кресло, книжная полка, чертежные принадлежности, несколько фотографий на стенах. Во всем тщательно продуманный порядок. Жена не любит эту комнату и редко заходит сюда. Моя комната, моя крепость. Здесь никто не мешает мне спокойно предаться раздумьям. Положив портфель на стул, я обошел всю квартиру, порадовался чистоте и порядку, красивым картинам и мебели. Да, действительно, живем мы неплохо. Четырехкомнатная квартира со всеми удобствами. Вид на парк. Тишина. А до центра 15 минут езды. До службы столько же. В том, что у нас такая квартира, несомненно, моя заслуга. Да, я живу отлично. Но отнюдь не так уж самодоволен, чтобы ни к чему не стремиться, ничего не желать. В то же время, не завидую и тем, кто достиг большего. Я убежден, что мое благосостояние и авторитет в обществе должны укрепляться. И теперь, когда мне исполнилось 40, я уже достиг известных высот. Если должность старшего инженера предприятия может таковой быть сочтена. Со мной советуются. Моим доводом внимает начальство. У меня строго ограниченный круг, вполне респектабельных друзей и крепкая семья. С людьми я всегда поддерживаю ровные отношения. Да, можно сказать, я счастлив. Мне кажется, кое-кто даже завидует. Но это не со зла, ибо я всего добился своим умом и старанием. Значит, все наилучшем порядке. И вдруг в этот момент я был на кухне. На столах, на полках, в шкафу, всюду еда, бутылки с вином, коньяком. Жена и теща, видимо, приложили все свои кулинарные знания, чтобы гостям было приятно сесть за стол. Дан, жена. Через длительное время я почувствовал вновь, что во мне пробуждается к ней, к моей второй половине, нечто вроде нежности, благодарности. Одновременно я ощутил что-то похожее на стыд, неловкость. А вдруг ни с того ни с сего вспомнил о ее добрых человеческих качествах. Я, наверное, тут же перестал бы думать о ней, если бы в тот самый миг черт не шепнул мне, что я почти ничего не знаю о своей жене. Куда она ходит, пока я на работе? Ведь не все же время отнимают заботы о семье. Что творится в ее душе? Странно. У меня мелькнула мысль о том, что моей жены есть душа. Нет, нет, я ни в чем не упрекаю ее. Это вообще мне не свойственно. Она всегда была внимательна, воспитывала и водила в школу наших детей. Мне казалось до сих пор, что она делает это с радостью. Но мысль о том, что я слишком мало знаю о своей второй половине, возникнув, однажды не отступала. И я задумался над тем, был ли я настоящим главой семьи все эти 14 лет нашего супружества. Помогал ли поддерживать огонь в семейном очаге? Постепенно мне становилось не по себе. Кто они? Моя жена и дети. Любят ли они меня? Тянутся ли ко мне? Или я просто-напросто некто, обеспечивающий их благами? Я обродил из комнаты в другую и чувствовал себя все сквернее, словно заблудился, попал в чужой дом. Завалившись в кресло-качалку, я попытался отвлечься. Не получалось. Томило странное беспокойство, какая-то тоска. Я снова вышел на кухню, но и там делать было нечего. Постоял, посмотрел вокруг, все сверкало. Зачем я вошел сюда? Заглянул в ванную и решил умыться. Стало как будто легче. Что-то коснулось моих ног, и я вздрогнул. С каких это пор мы завели кошку? Ах, да, жена рассказывала, что Ингрид ей шел уже одиннадцатый год. Подобрала на улицу и принесла домой котенка, умоляла оставить его у нас. Я тогда был чем-то озабочен и так и не понял, зачем он ей. Неужто тот самый котенок? Он вовсе не походил на того тощенького. Наоборот, хитрый и гибкий кот здоровяк. Я вежливо отодвинул его ногой и хотел послать подальше... Что такое? Ни слова не сорвалось с моих губ. Может, кот заколдован? Но нет, я не суеверен. Я попробовал еще раз... Напрасно. Язык больше не повиновался мне. Я почувствовал, как на спине проступил холодный пот. Онемел. Я онемел. Кот злорадно мяукнул. Я выскочил из ванной. Что предпринять? Бежать к врачу! Вызвать скорую! Я схватил трубку, набрал ноль три. Отозвался спокойный деловой голос. Я не мог ничего произнести. Даже скорую не могу вызвать. Что же случилось? Я почти плакал. В отчаянии подошел к зеркалу, высунул неподвластный теперь мне язык и стал с пристрастием рассматривать, отыскивать причину внезапной немоты. Может, слишком темно. Я включил все лампы, направил даже на язык луч карманного фонарика, но ничего, что свидетельствовало бы об изменениях в полости рта, не обнаружил. Может, что-то изнутри пощупал. Язык как язык, никакого изъяна. И все же я нем. Хлопнула входная дверь. Вернулась жена. Я поспешил навстречу, чтобы известить о своем несчастье. Волдис, ты уже дома? Как хорошо, я принесла новое платье, ну-ка, подержи. Она сунула мне сверток, затем сбросила шубу, сняла свитер и юбку, напевая при этом «Лишь от тебя нет письмеца». Полураздетая встала передо мной и сказала с упреком «Ну и растяпа же ты, разверни платье, я ведь хочу показать тебе его». А, да, действительно, чего это я стою. Разве она не видит моего искаженного страхом лица? Не обратила внимания, что я не промолвил ни слова. Я положил сверток на стол и трясущимися руками стал развязывать веревку. Положив одну руку мне на плечо, а другой, поглаживая мой затылок, она торопила. «Волдис, ну поскорее же, нельзя заставлять женщину ждать, даже если она твоя собственная жена». Меня раздражает ее неприятный мелкий смешок. Мог бы спросить, откуда он, где она научилась такому. А с другой стороны, впрямь к чему заставлять ее ждать, она ведь не знает, что со мной приключилось, напевает, лишь от тебя нет письмеца. И я заторопился. Пока жена надевала платье, я снова подошел к зеркалу, снова разинул рот и снова потрогал пальцами язык. Тщетно. «Волдис, что за ребячество?» раздался упрекающий голос жены. «Ты нездоров?» Я повернулся к ней и указал пальцем на язык. «Ну, знаешь, это уже слишком. Закрой хотя бы рот». «Что, зубик болит, да? Или гланды? Если до послезавтра не станет лучше, сходишь к врачу, возьмешь бюллетень. Теперь взгляни на меня. Правда хорошо? Ну, лупнись же». Она повернулась на каблуках. Платье сидело превосходно и было ей к лицу. Я постарался улыбнуться, но жена осталась недовольна. «Это еще что за гримаса?» воскликнула она, затем улыбнулась и лукаво спросила, «Хочешь, чтобы я сегодня надела его?» Я кивнул. «Молодец! Знала, что ты так ответишь». Жена подошла ко мне, обвела руками шею и поцеловала. «Да, она, конечно, чудесная женщина, моя жена. Я всегда любил ее, но в этот момент... Звонок! «Волдис, это дети, открой им!» Я отворил дверь. То был наш сын Унгар. Ему четырнадцать лет. Тонок, подвижен, вечно чем-то занят, участвует в самых различных кружках, глаза слегка прищурены, ироничны. Кажется, что мальчик смотрит на мир с презрением, с пониманием, которого у него еще не должно быть. «Здравствуй, папа!» поприветствовал меня сын и прошел мимо, не дождавшись ответа. Оно и лучше, если бы он остановился, не спуская с меня своих светлых насмешливых глаз, ждал, что я скажу. Но нет, он прошел мимо. Будто само собой разумеется, что отец открывает ему дверь и не откликается на приветствие. Но мне казалось, что от его бдительного обзора ничего не укрылось, и он, в отличие от матери, заметил мою несчастную мину, когда я хотел ответить ему. Заметил, и в глазах его блеснул недобрый огонек. Что за чепуха? И все-таки в глубине моего сердца притаилось сомнение. Бесконечно растерянный и несчастный я ушел к себе в комнату. Хотел успокоиться, войти в свое новое положение. Что теперь будет? В квартире становилось шумнее. На кухне гремела посуда, звучал смех, слышались разговоры, значит, вернулась теща. Почему именно я должен был аниметь? И как быть в такой ситуации? Кто-то постучал в мою дверь. Я ждал, когда она раскроется. Вошли дети. Унгар нес небольшую коробочку. Ингрид тоже прятала что-то за спиной. Унгар начал первым. Папа, мы пришли поздравить тебя. Желаю здоровья и успехов в труде. Будь счастлив и позволь преподнести тебе вот это. Он протянул мне купленный в магазине подарков аккуратно перевязанный розовой лентой сверток. Впервые я взглянул на сына с ненавистью. Чего он так ухмыляется? Почему так противно тянет папа и выпячивает при этом свои полные влажные и поэтому всегда блестящие губы? Я поспешно взял подарок и отвернулся. А мой сын продолжал ухмыляться. Наступил черед Ингрид. Она вела себя человечнее. Обняла, поцеловала и прочирикала «Поздравляю с днем рождения!» Девочка тоже вложила мне что-то в руки. Я хотел им крикнуть «Не издевайтесь! Я онемел! Я самый несчастный человек на свете!» Моя взволнованность очевидно передалась и детям, только они истолковали ее по-своему, чуть поколебавшись, но так и не услышав в ответ ни слова вышли. Мне стало жаль их. Разве дети виноваты в постигшем меня несчастье? Почему я бываю так несправедлив к ним? Чтобы разрядить нервное напряжение, я стал разглядывать подарки. Унгар принес электробритву. Да, я ведь собирался покупать такую, потому что старое барахлило. Как трогательно, что он помнит это. Двадцать два рубля пятьдесят копеек. Совершенно неожиданно меня охватил смех. Конечно, это был не смех, а череда булькающих звуков. Не правда ли забавно преподносить мне подарок за мои собственные деньги? Прекрасно. А Ингрид? Что она? Большая толстая тетрадь на обложке написана «Дневник». На кой черт он меня в жизни не вел? Или это намек? Нет, они не могут знать, почему же они хотят, чтобы я вел дневник? Мне показалось, что мой затылок окаменел. Может, я всегда был немым? и все давно знают? Только я осознал это теперь, когда в дверь снова постучали. На этот раз жена «Волди, смилый, я тоже хочу поздравить тебя». Она подарила дорогой отрез на костюм. Такой сейчас очень трудно купить. Конечно же, опять на мои деньги. Но она сделала это так мило, что нельзя обидеться. И вообще, не смешно ли задумываться над тем, откуда твои близкие берут деньги на подарки тебе? Вслед за женой пришла теща с полудюжиной великолепных сорочек. «Солидный мужчина, без элегантной сорочки, все вложила мою память. Я припомнил полузабытые уже события. Было мне тогда лет шесть-семь. Врач посоветовал родителям отвезти ребенка меня, значит, в деревню, где много солнца и воздуха. Сказали, что необходимо подкрепить мое здоровье, чтобы я стал походить на мальчика. Они так напугали мою бедную маму, что она согласна была отправиться хоть в джунгли, не то, что в деревню в 150 километрах от Риги. Справедливости ради следует добавить, что понятие деревня и джунгли для нее обозначали примерно одно и то же. На станции нас встретил дядя. Он сидел в коляске на рессорах. Матери казалось, что коляску при езде чересчур трясет, но на меня эта поездка произвела неизгладимое впечатление. Я сидел очень высоко, коляска плавно покачивалась, лошадь бежала рысью, весь мир вокруг представал в новом невиданном свете. Солнце близилось к закату, горизонт охватило заревом, за коляской клубилась пыль, на обочинах лаяли собаки, блеяли овцы, мычали коровы. Мне, жившему только в Риге, да на даче в Дзинтаре, это казалось чем-то фантастическим. Я был в восторге и, самое главное, ничего не боялся, как не старалась мать внушить, что собаки кусаются, лошади лягают, кошки царапаются и от них можно заразиться лишаем. Бесстрашно шел я навстречу стаду, смотрел, как проходят мимо парнокопытные, о существовании которых я до сих пор и не ведал. Мама, завидев меня посреди стада, чуть не упала в обморок. Она самоотверженно кинулась спасать меня. Разогнав стадо, прижала к себе и принялась объяснять, «Волдис, милый, сынок, это коровки, они бодаются, муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Где бы ни появился, дети всегда находили повод поиздеваться надо мной, но больше всех изводил Антон. Быть может, именно из-за этих воспоминаний далекого детства мы с Антоном до сих пор не можем по-настоящему понять друг друга. Между нами всегда что-то недосказанное. И не только далекое детство тому виною. Позже, в студенческие годы, мы поменялись ролями. Если когда-то в деревне я был неловким и жалким, то Антон, и еще в большей мере, выглядел таким в городе. Смех вызывала уже одна его речь. Я в таких случаях предоставлял ему возможность высказываться вдоволь, и мое молчание было куда выразительнее, чем его отчаянные попытки не попасть в просаг. Более того, если он молчал, я ловко и незаметно для него самого провоцировал его на разговор и наслаждался плодами мести. Именно тогда я познал мудрость, заключенную в древней пословице «Слово, серебро, молчание, золото». Я стал учиться молчанию. Антон же говорил обо всем, о чем нужно и о чем не нужно. Критиковал все подряд. Лекции, преподавательский состав, комсомольскую организацию. Частенько ему на язык попадался неприличный анекдот. Но он не был бы Антоном, если бы мог промолчать. Даже вполне безобидные вещи в его устах звучали, как тягчайшее обвинение всему и всем. Серьезное приобретало легкомысленный оттенок. И было похоже, что он измывается над тем, что другим дорого. Наступил день, когда Антона исключили из университета. Несколько лет он проработал трактористом в родной деревне. Потом заочно окончил вуз и теперь заведует крупным машинно-тракторным парком. Похоже, что за эти годы Антон не очень изменился. Большой, неуклюжий, вечно чем-то недовольный. Всегда стремящийся над кем-либо посмеяться, что, на мой взгляд, у него получается не очень остроумно. Я слыхал, что он теперь непродуманно высказывается о своем начальстве и, как прежде, спешит блеснуть анекдотом. Что поделаешь, видно, ничто не в силах изменить его. Я же за годы, прошедшие после окончания университета, устроился на выгодную работу, успел продвинуться по службе. Мои родители умерли и, надо признаться, умерли в одиночестве. Наши взгляды во многом расходились. Мне почему-то казалось, что они разочарованы во мне, но я ничем не мог помочь им. Я просто вырос. У меня была своя жизнь, свои обязанности и цели, которым я беззаветно отдавал свое время и знания. Мои воспоминания прервал стук в дверь. Пришли два сослуживца, инженеры Шенка и Даугст. Они тоже принесли подарки, поздравили меня, были веселы. Потом уже я не оставался один ни на минуту. Друзья, родственники, знакомые, все веселые, нагруженные подарками. Мой письменный стол ломился от добра. За праздничным ужином провозглашали тосты, желали мне счастья, удачи. Эти часы прошли, как в тумане. Помню, в соседней комнате танцевали. Я тоже танцевал, потому что, будучи немым, не мог отказаться. Затем снова сидели за столом. Все вокруг звенело, кружилось, гремело и качалось. Пришли и высокопоставленные лица, но они почему-то покинули нас довольно рано. Ушло еще несколько человек, осталась, наконец, дружеская компания. Ближайшие мои друзья по работе, родные. Наступил кульминационный момент торжества. Глаза гостей устремились на меня. Они хотели, чтобы я сказал что-нибудь. Ну ладно, теперь-то они узнают, что произошло. Наконец я скажу им об этом, только как мне это сделать? Не могу же я высунуть язык и тыкать в него пальцем. Все равно никто ничего не поймет, просто решат, что я пьян. И тут меня осенило. Я торопливо вынул из кармана блокнот, ручку и в полной тишине стал писать. Потом вырвал листок и передал сидящему рядом Даугсту, чтобы тут прочел вслух. Даугст заглянул в бумажку и вытаращил глаза, но все же поднялся. Этим я хочу со всей серьезностью заявить, что со мной случилось страшное несчастье. Я сегодня онемел. Помогите! Даугст прочел и чуть не захлебнулся от смеха. Он хлопал меня по плечу и орал. Волдис, ах ты черт такой! Ты не превзойден, как всегда. Что-то к тебе не приходит в голову. Скажи, пожалуйста, разве ты не всегда был немым? Мы отлично знаем твой принцип. Лучше не говорить вовсе, чем сказать лишнее. Ты остался верен себе и сегодня. По правде говоря, мы уважаем в тебе эту черту. Уж кому-кому не тебе жалеть о том, что ты когда-либо проболтался. Да, ты могила. И поэтому ты далеко пойдешь. Мы не зря выдвигаем тебя. Помнишь конкурс на лучшие раз предложения? Разве мы дали кому-нибудь первую премию? Нет. Потому что ничто не может быть настолько хорошо, чтобы не было чего-то другого лучше. И так далее, и тому подобное. Хотя между нами, говоря, были изобретения, что конфетки. Но ведь вся музыка в деньгах. И одни мы знаем, сколько денег наше бюро. Пардон. Кажется, я ляпнул лишнего. Ничего, все свои. Ваше здоровье. За то, Волдис, чтобы ты всегда был нем. Он поднял рюмку при общем веселье. Даугст чокнулся со мной, и все выпили. Я ощутил свое полное ничтожество. Мне было ясно. Как бы ни пытался я объяснить, никто из этих людей не поверит мне. Незаметно для других я встал и вышел. Мой письменный стол был завален подарками. Я глядел на все это и не понимал, за что одаривали меня. Может, за то, что я нем. Неправда. Я немел только сегодня, когда увидел черного кота. А может, у человека, не выражающего своего мнения, способность говорить отнимается, как нечто лишнее. Что за бред! Сколько людей живут весь век, так и не сказав ничего дельного. И, может быть, это тоже большое несчастье — говорить и ничего не сказать. Мои рассуждения не имели никакого смысла. Даже зная я причину своего несчастья, оно не стало бы меньше. Чем кончились все эти торжества, не помню. Я снова хожу на работу, возвращаюсь домой, встречаюсь с друзьями, и немота моя никого не удивляет. На службе ко мне относятся с уважением. В семье тоже. Помните, в день моего рождения мне показалось, что сын смотрит на меня презрительно. Это сущая чепуха. Не изменилась и жена. Она заботлива и нежна, как прежде. Поэтому положение мое не так уж прискорбно, как казалось вначале. Избегаю я только черного кота. Боюсь его сверкающих глаз, которые заглядывают, кажется, прямо в душу. По этой же причине не обращаюсь к врачам. Мою странную болезнь без упоминания о черном коте они просто не поняли бы. А рассказать им об этом коте по известным уже причинам мне просто неловко. Все-таки, как я уже говорил, чувствую себя неплохо. И никаких существенных перемен в жизни не желаю. Перевела Винолен Опубликована в сборнике рассказов «Акация Акменс Пагадма» «Акация в каменном мешке» в 1973 году.